Динамо Киев Динамо Киев Здравствуйте Да, ответные матчи Первый был сыгран чуть раньше в Перудже Стадион домашний Фиорентины был дисквалифицирован в этом Евросезоне И команда принимала соперника вот там, поначалу, за исключением самого последнего случая 1-0 Фиорентина выиграла И очень холодно в Киеве 6 декабря Но очень холодно для футбола Наверное, морозный воздух минус 3 Тем днем было к вечеру, может, немножко еще попрохладнее Вы видите, видели, как одеты тренеры, в частности, Валерий Лобановский Целиком и полностью зимняя экипировка у зрителей тоже Ну и вот началась эта игра, в которой киевлянам нужно отыгрывать дефицит в один гол Давайте сразу назовем составы И, Дим, я тогда начну с киевской команды, да Виктор Чанов в воротах Далее по порядку номеров Второй Владимир Бессонов Третий Андрей Баль Четвертый Олег Кузнецов Пятый Сергей Шматоваленко Шестой Василий Рац Седьмой Алексей Михайличенко, капитан команды Восьмой Геннадий Литовченко Девятый Олег Соленко Десятый Олег Протасов И одиннадцатый Сергей Заяц Валерий Лубановский главный тренер И две замены по сравнению с матчем первым Обе вынуждены, потому что из-за дисквалификации пропускали этот матч Иван Еремчук и Олег Лужный Первый был удален с поля И киевляне там, кстати, больше тайма играли в меньшинстве Ну а у Лужного очередная желтая карточка стала вот такой решающей в этом смысле Ну и вот первая атака Фиорентины и первый удар поворотом Виктора Чанова Ну а, соответственно, вместо Лужного и Еремчука на поле вышли Василий Рац и Олег Протас В стартовом составе Состав Фиорентины, собственно, не изменился за те две недели, что прошло с первой игры Собственно, у Фиорентины в том сезоне были колоссальные проблемы И, конечно же, игроков набрать или там менять их было чрезвычайно сложно Состав был довольно такой посредственный, хотя в нем были, конечно же, звезды Вот такой состав выбрал главный тренер на тот момент Бруно Джорджи Марко Ландуччи защищал ворота, первый номер Стефано Пиолли, второй, Джузеппе Воль Печино, третий, Джузеппе Якини, четвертый, Челес Степин, пятый, Серджио Батистине, шестой, Любаш Кубик, седьмой, Карлос Дунга, восьмой, Оскар Дертиция, девятый, Роберто Баджо, десятый и Альберто Дикьяро, одиннадцатый Главный арбитр встречи, ну и, собственно, вся бригада была из Англии, Джозеф Уоррелл И ему помогали помощники Тейлор и Паркер Да, британская бригада арбитров Я вот посмотрел, очень любопытно На тот момент киевляне Ни разу еще не встречались В Еврокубках с английскими Именно командами, с шотландцами Марсу раз, да С Глазго Рейнджерс и Селтиком, да А вот, ну я просто, я искал как раз Итальянцев, итальянцы всего единожды Были, хотя Киев В восьмидесятые годы Особенно был, безусловно Самый играющий в Еврокубках Советской команды Ну и в семидесятые, собственно, тоже и выходил В полуфиналы, в финалы этих турниров Выигрывал дважды Кубок Кубков Ну вот, англичане ни разу не попадались Итальянцы крайне редко Ну и вот эта вторая встреча с представителями Италии Вот, собственно, первый матч завершился поражением 0-1 Ну, я немножечко поправлю, да Ну, не то, что поправлю А скажу, что, собственно, киевляне играли Единственный раз с итальянцами именно с Фиорентины Да, в 69-70 году В сезоне в Кубке чемпионов Играли на стадии, кстати, 1-8 финала тоже И проиграли Дома 1-2 проиграли В гостях у Флоренции сыграли в ничью 0-0 Вот, так что вот с Фиорентины Как бы дела у киевлян не складывались Собственно, если потом посмотреть В дальнейшем тоже С итальянцами как-то не очень у них получалось Ну, в те годы, надо признать, что итальянцами вообще мало у кого получалось Так, мы можем забегая немножко вперед Скажу, что вот в этом сезоне 4 итальянские команды дошли до финалов евротурниров Ну, еще, может, об этом чуть позже мы поговорим Пока давайте понаблюдаем, как игра складывается Похоже, что вот к такому, ну, мерзлому даже, можно сказать, полю гости на первых минутах как-то даже и лучше приспособились Ну, вот мы видели, кстати, была уже атака опасная И, по-моему, если не ошибаюсь, Дикьяра, да, выходил в штрафную и попал рядом со штангой, в общем-то Кстати, у киевлян уже после этого случился момент, когда с правого фланга пошел пас И Олег Протасов на ближней штанге, открывшись, толком не попал по мячу Я во многом это связываю, как раз, вот, с полем Он немножечко поскользнулся, как раз, конечно, разрушать не строить И киевлянам нужно было забивать гол И поле не очень позволяло конструировать вот игру, как раз, играть в созидательный футбол В размашистый футбол тоже, а киевляне как раз всегда ориентируясь на эти размашистые комбинации, атаки Ну, и мы вот увидим Ну, что же, опять-таки, Протасов, да, просто проехал мимо мяча, несмотря на ошибки Ловить мячи, да, длинные передачи очень сложно, как раз по такому полю В мелкий пас, ну, может быть, было бы лучше что-то, но киевляне особо в мелкий пас тогда 80-й и не играли И после, кстати, тоже Ну, и, собственно говоря, поле готовили к этому матчу, как могли сами киевляне готовились в Италии Они остались там после первой игры в Перудже И вот эта встреча состоялась 6 декабря, а второго они провели товарищеский матч против Веченцы У нее дома уступили со счетом 1-3, ну, там результат не столь важен, просто нужно было им оставаться как-то в игровом тонусе Потому что чемпионат Союза уже давным-давно закончился к этому моменту Ну, кстати, закончился киевлян поражением в ключевом матче от московского Спартака Третье место они тогда заняли Ну, а что касается Фиорентины, то я еще раз повторюсь, скажу, что тот сезон получился очень скверным для команды Она до конца боролась за выживание Тем не менее, ну, опять-таки, забегаем мы вперед Ну, я думаю, что это вот не секрет, ни для кого Дошла команда до финала и играла с Ювентусом Не думаю, что нужно, в общем-то, делать тайну из результата 20-летней давности Хотя, может быть, кто-то меня за это, может, и обвинит, ну, ладно Здесь, когда мы смотрим такие матчи, мне кажется, в первую очередь нужно именно на игру обращать внимание На то, как тот или иной футболист действовал или команда в целом Результат в данной ситуации, когда прошло больше 20 лет, мне кажется, уже вторично Он в истории записан, и тут ничего с этим уже не сделаешь Ну, а так вот можем просто смотреть и констатировать Действительно, очень сложно футболистам сделать хотя бы 2-3 точные передачи подряд Ну, и действительно, Фиорентино как-то лучше контролирует мяч Любыш Кубик вот сделал передачу, и Альберто Дикьяро, кстати, вот он именно действительно получил первый голевой момент вот в этом матче уже на первой минуте Альберто Дикьяро потом играл в Пармии очень долго, собственно, и стал известным футболистом именно в составе пармезанцев Фиорентино была его, ну, первой, можно сказать так, большой командой в итальянском футболе Совсем еще молодой игрок тогда был Ну, а в Пармии расцвел под руководством Невио Скалы Штрафной заработала Фиорентино, Карлос Дунго Ну, наверное, тоже представлять лишний раз этого тогда еще футболиста, сейчас тренера Не стоит, Дунго, ну, как всегда, в общем-то, располагался в середине поля В паре с Кубиком он там играл, два центральных полузащитника Схема Фиорентино 4, наверное, даже, я бы сказал, все-таки 5-3-1-1 была Потому что, ну, мы тогда, в общем-то, как-то схемы на них обращали внимание в меньшей степени Но вот по расстановке как-то сразу бросается это в глаза Тогда нас интересовал как раз больший результат, футбол в чистом виде, мы его видели немного Ну, у киевлян, на самом деле, можно говорить, что некоторое, скажем так, смещение акцентов в сторону атаки Все-таки Протасов это такой типичный центральный нападающий в составе вместо Ивана Еремчука Который мог, конечно, и в нападении сыграть, но вообще он номинальный полузащитник Ну, и вот Протасова как раз мы видим чаще всего в кадре из игроков киевской команды Особенно, когда в атаке хозяева поля Еще вот о чем скажу киевлянам, ну, как, впрочем, и в любой, наверное, советской команде В декабре играть было крайне непривычно И еврокубковое выступление, вот именно в этом месяце, для киевлян было всего третьим в истории В 73-м и 79-м годах киевляне играли, соответственно, со Штутгартом и софийским локомотивом И в том и в другом случае они не прошли дальше Тут еще надо, наверное, вспомнить, что Кубок УЕФА как раз вот такую возможность предоставлял Ну, вот сейчас хорошая атака у Фиорентины Это дертинская подача, но не успевают здесь партнеры Ну, скоординировался дальше, очень хорошо перепрыгнул рекламный щит А и так бы мог бы и травмы серьезные получить Там тяжело было бы тогда, там на снег уже упасть, на лед Да, и думаю, кстати, что еще было обязательное предупреждение от арбитров В связи с состоянием поля, с состоянием погоды Чтобы старались играть без резких подкатов Вот, посмотрите, сейчас Дердится и сознательно перепрыгнул Так вот, в Кубке УЕФА был один лишний раунд Да, в двух других турнирах, Кубке Чемпионов и Кубке Кубков Уже где-то в начале ноября проходили матчи 1-8 финала И определяли, соответственно, те, кто идут дальше в весенний этап А в Кубке УЕФА вот еще один лишний раунд в связи с большим количеством участников И вот как раз это самое, наверное, непривычное для тех, кто играл и играет по схеме весна-осень-время Ну вот попытка киевлян создать Здесь Протасов с Батистине вел борьбу Итальянский первый успел к мячу И вот столкновение здесь как раз жестким получилось Причем не на земле уже, а вот именно когда они толкались друг с другом Похоже, что Батистине так немножко задел Олега Но еще страшно, он даже отказывается, по-моему, от помощи врачей И говорит, что сейчас продолжит игру Батистине капитан Фиорентино, кстати говоря, один из немногих в ее истории Который довольно длительный период носил капитанскую повязку Собственно, вот по пальцам, наверное, одной руки можно таких вот перечислить Батистине был капитаном с 85-го по 90-й год Собственно, вот 90-й сезон вот этот стал последним для защитника Дальше Батистине пошел на повышение, ушел в Интер И вот мы могли его уже даже видеть на советских экранах Нет, уже российских экранах в 90-е годы в составе Гниланса Ну а по пальцам одной руки я не преувеличил Потому что действительно из более современных вспоминается Батистуто и Дайнели Ну вот они тоже по пять лет носили капитанскую повязку Больше из них вот никто Что касается киевского капитана, то это Алексей Михайличенко Мы его не забыли представить, вот так персонально Михайличенко, конечно, с надеждой смотрел в будущее лето У нас уже почти зима здесь, да, и почему почти 6 декабря Получил травму, не поехал на чемпионат мира обидным образом Вообще, конечно, дальше уехал уже в Италию играть за Самдорио, где стал чемпионом Мне кажется, вот по первым минутам действительно Фиорентина лучше приспособилась Может быть, они действительно рассчитывали на то, что в России, в Украине, в СССР Не может быть нормальных полей к тому моменту И правильно делали, и каким-то образом подбирали обувь Они очень тщательно ко всему этому подходили Ну а киевляне, знаете, ну, конечно же, можно говорить о том, что в очередной раз напортачили сапожники Там, да, те, которые люди, которые отвечали за газон Они его вроде бы хорошо подготовили, укрыли пленкой Но вот кому-то сбрело в голову открыть эту пленку не там за 2 часа до начала игры, а утром Ну а в этот момент в Киеве ударил легкий морозец Этого легкого мороза было достаточно, чтобы поле привести вот в такой порядок, в кавычках Ну, это обычная советская история, то есть можно все сделать на отлично Но в последний момент все-таки взять и подвернуться где-то нам на ровном месте Вот это тот случай Второй момент, конечно же, ну, киевляне, не знаю, если они рассчитывали играть в Киеве Ответный матч, они рассчитывали явно 70 тысяч на трибунах Это в связи с того, что матч вызвал очень большой интерес Как любой еврокубковый матч, того периода он вызывал действительно громадный интерес со стороны публики Ну вот, и тем не менее, правильно Миша сказал, играли, тренировались они после первой игры в течение двух недель в Италии Если быть совсем точным, вот Миша сказал про товарищеский матч, а базировались они недалеко от Неаполя Там в этот момент было порядка 15-18 градусов Ну и дальше приезд сюда, легкая адаптация к морозу и вперед на поле, на каток Не знаю, мне кажется, что... Ну, я не уверен, кстати, что, если бы они просидели 10 дней на, там, северном полюсе или на южном То это была бы лучшая подготовка У нас, кстати, первая желтая карточка И вот она такая больше профилактическая, да? Через степень, да, получает ее В общем, не сказать, что самый грубый прием был Но, опять же, вот на таком поле лучше и таких приемов избегать Лучше беречь соперникам друг друга И пин получает желтую карточку, чтобы другим неповадно было Ну и продолжаем мы смотреть, как просто катаются, да? Вот в некоторых эпизодах, как только скорость увеличивается Игроки проскальзывают И здесь это уже вот так немножко напоминает соревнования в лыжниках, да? Когда там, ну, какое-то неплановое изменение погоды Кто попал, кто не попал в мать, да? И, соответственно, у кого катит лыжа, у кого нет Но здесь вот наоборот Катить как раз не нужно, нужно бежать Но вот сейчас это явно совершенно лучше получается у игроков Фиорентина По первым 15, даже уже больше 18 минут прошло сначала первого тайма Штрафной заработали киевляне Андрей Баль, его встретил на дозволенном прием Альберто Дикьяро Ну, штрафной, как мы видим, неудачно был пробит Опять-таки по причине того, что человек поскользнулся перед тем, как выполнить удар Ну, мы видим, действительно, нехарактерно играют киевляне для себя И той машины, в общем-то, они не напоминают, которые может смять Соперник действительно уступал в классе В целом это все признавали перед началом вот этих двух матчей Но вот, действительно, за Фиорентино играл то, что матчи игрались вот в это позднее время Для нас Штангу Первый момент, да, причем это автогол был бы, если бы он случился, я так понимаю Проход в штрафную Стефан Пиоли там подвернулся И, в общем-то, действительно, вот несчастный случай И счет бы стал бы уже по сумме двух встреч равным Киевлянам, конечно же, ну вот такая удача она бы не помешала Но вообще удача никому не мешает В данной ситуации очень важен был этот гол Потому что ранее Фиорентино, возможно, бы как-то по-другому себя повела А так все дальше продолжилось, как изначально подразумевалось Бруно Джорджи Бруно Джорджи, кстати, не доработает до конца этого сезона Бруно Джорджи, этого была первая команда серии А в карьере Бруно Джорджи будет уволен Ну вот, будешь, наверное, меньше смеяться Может, ты знаешь, я не знаю Вот, накануне двух финальных матчей с Ювентусом То есть вот финалы уже они проводили с Ювентусом под руководством Франческо Грациани Дело-то все в том, что, как я уже сказал, Фиорентино стояла на вылет В чемпионате Италии И там перед последним туром была очень сложная ситуация Нужно было выигрывать самим И чтобы еще другие результаты, как всегда, это в Италии происходит В следующих матчах сошлись, ну, вот, как карта, ложиться или не ложиться Легло, знаешь, и самое любопытное, что последний матч они играли с Аталантой И последний гол, автогол, забил ворота Бергамасков Клаудио Чезарь Прандели Вот уже тогда помогал Фиорентини будущий тренер этой команды и сборной Италии Ну, кстати, в Ювентусе Дина Джоффа уволили после того, как он выбрал этот самый кубок Ульфа Посчитав, что это крайне неудачное выступление Нелочь какая-то, да? Да, потому что Ювентус, если не ошибаюсь, четвертый Четвертый тогда занял И вот это было расценено как провал И вот, в общем, титул европейский совершенно никого не убедил в том, что Дина Джоффа – это хороший тренер Хотя, если как посмотреть, на мой взгляд, кубок Ульфа сильнейший же турнир был Ну, это не по моему мнению, а по общему мнению сильнейший европейский турнир был континентальный Это своеобразная предтеча Лиги Чемпионов нынешняя Да, вообще, вообще, итальянцы как раз этот кубок выигрывали меньше других Хотя вот тогда уже в те годы совершенно явно они доминировали в европейских соревнованиях Но вот до 89-го года у итальянцев было всего два кубка Ульфа Причем самый первый, это еще был кубок ярмарок А вот сейчас момент и бежал на мяч Геннадий Литовченко И на мгновение буквально его опередил Марко Ландуччин Еще один момент у киевлян, так вообще потихоньку, но Киев захватывает инициативу Хотя Фиорентина тоже вроде начала играть Явно с намерением забить в гол в гостях, конечно, было Первые пять минут, да, потом строго в обороне На самом-то деле, конечно же, что Пиоли, Вольпичино, Якини и Пин Это все-таки еще Батистиня, но Батистиня я выделил просто как человек, который пошел на повышение Про всех остальных такого сказать нельзя, это довольно посредственные были защитники Лучшие годы у них были, в принципе, уже позади У того же Вольпичино, за плечами было Скудетто с Наполи в 87-м году И, сами понимаете, если бы он был весьма и весьма силен Вряд ли бы тогда неаполитанцы от него отказались сразу после того, как они завоевали чемпионский титул То есть, с такой командой действительно киевляне должны были сладить, играя не в другое время Ну вот, пожалуйста, даже вот на этом поле они все-таки действительно создавали моменты Причем уже так учащаются эти самые моменты И мяч там штрафной сначала вообще не появлялся, издали пытались бить Но вот сейчас, это, конечно, не для Солянка такая подача Он и не стал бороться за мяч Ну, а здесь вот вдвоем Баджо и Дикьяро Дикьяро впереди, Баджо чуть... Баджо и Дертица, прошу прощения Ну, про Баджо, наверное, лишний раз говорить не стоит Собственно, этот сезон стал последним для Роберто в составе Фиорентины Вот он с мячом Мы можем посмотреть, что умел ранний Баджо делать У него, кстати, карьера началась очень даже непросто Он переходил в Фиорентину, подписал с ней контракт В последнем матче серии Че-Уна, Че-Че-1, да? За Виченцу травмировал серьезно крестообразные связки И выбыл на сезон Вышел и опять травмировал то же самое колено Еще пропустил практически весь сезон Но следующие три провел отлично И вот в частности, вот в сезоне 89-90 Забил 17 мячей за Фиорентину Второй бомбардир серии от того сезона Уступил только Марко Ван Бастону Опередил Диего Марадон Его переход из Фиорентины Кстати, контракт с Ювентусом был подписан для финального матча Это еще одна интересная штука Но я не думаю, что она вот интересна, приметна к этому матчу Будем, если мы финал показывать, к примеру, когда-нибудь вот этого розыгрыша Тогда и поговорим Ну вот так, два слова У меня нонсенс Когда в день финала, когда играет команда между собой Финал Пупуэфа Игрок одной команды переходит в другую То есть там уже было, собственно, не до футбола Людям, и когда сборная Италии готовилась потом к чемпионату мира Они, в общем-то, все, болельщики Фиорентины высказали По этому поводу высказали и персонально Баджу, и всем остальным Ну там чуть не сорвана, да? Сорона подготовка была Потому что они блокировали базу Коверчана, Дарьян, Смаренция Ну, знаешь, мелочи-то не бывает Может быть, вот это вот Вот это вот Вот это было решающим граммиком, да На то, что в итоге Италия не позволила хотя бы в финале сыграть Ну, так, ладно Это же мы пофантазировали малость Полный сезон последний Для Валерия Лобановского в киевском Динамо Следующий сезон он проведет половину И потом, после чемпионата мира Через какое-то время уедет на Ближний Восток Откуда вернется уже через 6 лет Совершенно видоизменившимся Вот нам его и показывают как раз Ну вот мы можем посмотреть, как выглядел Валерий Васильевич Еще до своей вот этой вот командировки Другой климатический пояс Который, наверное, напрямую повлиял на дальнейшую его жизнь Ну, скоро вообще для Киева грядут большие изменения Будет очень тяжелым Следующее, ну, скажем так, пятилетие Киевляне успеют еще стать чемпионами Союза Но потом А вернее уже даже и в тот момент Многие игроки уедут за границу Там тот же Михаиличенко Олег Кузнецов Ну, кто у них уезжал Да, ну, тут многие Да, в общем Просто мы говорим о том, что В сезон 89 это был последний Полноценный, некастрированный Чемпионат Советского Союза Вот в том виде, в котором вот Нам повезло с Мишей Мы застали его Про уровень, наверное, ну Говорить лишний раз не стоит Он был очень приличным Вот, и Это был действительно последний чемпионат Когда играли все сильнейшие Потом начался 90-й Ушли грузинские команды Затем после первого тура Ушел Джальгерис Сезон 90-го был вообще урезанным Там 13 команд играли И, собственно, 13-я команда играла Стыки с 4-й и с 1-й лиги Расширяли таким образом высшую На 91-й год Ну, а Киев Киев Вот в 90-м ты еще выиграл чемпионат А в 91-м тоже была совершенно другая команда Собственно, со второго круга 90-го В которой уже ведущие роли Играли совершенно другие люди В частности, Сергей Юран Олег Соленко Тот же Александр Житков Вратарь уже был Он, по-моему, как раз уехал позже Сергей Заяц Вот я просто перечисляю состав Шматоваленко Сергей, конечно же В общем, конечно же Динамо Киев уже был другим И вот это последний, наверное Одна из последних игр Когда вот Ну, практически та команда Которая гремела в 80-е В конце 80-х Ну да, а потом еще уехали Соответственно уже И следующее поколение Уехали в Россию Когда стало понятно Что Украине еще надо добиваться Мест в европейских турнирах Когда Россия стала Правоприемницей СССР В смысле футбольным Ну и вот Те же Юран Ушел И Играл даже за сборную России Юрий Никифоров Который вот сегодня Сегодня 6 декабря Да, 89-го года Я имею ввиду Он на скамейте запасных Вместе с Юраном С Бежинаром С галкипером Житковым Жалко, что в то время Не очень показывали трибуны То есть крупными планами Мне всегда вот Когда смотришь Какие-то старые фильмы Или старые матчи Всегда хочется посмотреть на людей На их вот Ну как они одеты Как у них глаза Ну это понимаете Это неотъемлемая Часть как бы впечатления От того времени Понимаете Тогда мы все были моложе Может быть кто-то еще из вас И не родился Но вот Кто жил в то время Ну как-то хочется просто вспомнить Какие-то вещи Там одежда Там меховые шапки Мы видим там Да Вот Там тулупы какие-то там Ну что-то такое Ну вот Лобановского В этой шапке Я видел неоднократно Я не могу гарантировать Что это одна и та же Но по крайней мере Вот этот фасон Он Не четкий Гурбан и Бердеева Конечно Ну он же тоже Какой-то своеобразный там Талисман Но Валерий Васильевич Просто На это не напирал особо В отличие от некоторых других Вот на всякие там Атрибуты Мы видим Что Олег Протасов Подхватывает мяч На левом фланге Нынешний главный тренер Футбольного клуба Ростов И забрасывает Рад в штрафную Ну Неудачно получился Это заброс Но вот Лец особо не мудрят Отбились Дальше вперед Там Ну Как правило На Баджу Или же на Оскар Дертицию Который единственный год Провел в составе Фиорентин Вот как раз 89-90 Особо ничем не запомнился Забил Ну мячей 5-6 Сейчас точно не помню Играл Неважно И Дальше его карьера Пошла в гору И когда он переехал в Испанию Мы его помним По Тинерифе По тем голам Которым забивал ворота Мадридского Реала Два года подряд Билл Шердеизаец Дертиция аргентинец Тогда еще действовал В Италии Лимит на легионеров Ну собственно Как и во всех странах Не более трех человек Можно было иметь в составе И конечно Это не нравилось Грандам Ну в том и дело Что при этом Свои итальянцы Росли быстрее Как мы Понимаем И можем оценивать Что На самом-то деле Клубы при этом играли Ну не сказать Что Хуже Наоборот Они лучше тогда играли Конечно Рассвет итальянского клубного футбола Это все-таки 90-е годы Когда открылись двери Но и в 80-е Там играли все сливки Все сливки Иностранные Которые можно было взять И собственно Как раз итальянская лига кальчо Она и стала Выходить на ведущие роли Именно с середины 80-х Но если мы посмотрим На ту же фиорентину В ее составе играли Пассорелло Играл Сократес В середине 80-х Ну а один из первых Легионеров 80-х Был аргентинец Бертони Чемпионом мира 78-го года Его переход Был один из самых громких Правда опять-таки Бертони Ну не очень у нее Заладилось в Италии Так что Мне кажется Лимит Три человека Как раз и заставлял Руководителей клубов Искать лучшее Что есть в мировом футболе То есть Не брать там десяток А потом Условно говоря Пять отдали в аренду Как сейчас это происходит Опять играют Ну да Но только Это опять же Все зависело От финансового Благополучия Того или иного клуба Потому что Три человека Это могли быть Гулет, Ван Бастен и Рейкард Или например Бремя Матеуса Квинсман В Интере Ну а могли быть Вот скажем Как здесь Любовь Кубик Карлос Дунга И Оскар Дертис И считаю Что этот набор Настолько хуже Настолько плохо Ну По крайней мере Хуже того Которые располагали Я не знаю Я не знаю Я просто поспорил Там тоже Та же Верона И Ларсон играл И Ханс Петр Бригель И в общем-то Верона Это потом Она с ними Стала чемпионом Когда Приехал Азика играл Вуденезе Давай по результатам Судить Ну по результатам Нет в том-то и дело Что вот Зика играл Вуденезе Ани барахтность Бороли за выживание Ни о чем это не говорит Абсолютно Это говорит о том Что Зика Зика в Италии Даже по тем меркам Поставлялась Но он конечно Иронизировал Немножко Но Ну Только Днепропетровский Днепр Прошел в весеннюю стадию Из кубки чемпионов Чемпион СССР Ну вернее уже Экс чемпион Потому что следующий тур Я уже закончился Победой Спартака Торпеда Вылетела Из кубка Кубков И Спартак Зенит И Жальдерес Успели уже Вылететь из кубка Уефа Все строго На стадии Одной 16 финала Ну и вот Киевляне Соответственно Оставались второй Надеждой Советской На еврокубковую весну А у Италии Уже прошли дальше Милан Самбдориа Ювентус Но при этом Вот вылетел Наполе Например Вылетел Интер Сенсационно Проиграв В кубке чемпиона Шведскому Мальме В первом же раунде Ну у Интера Частенько Такие Штуки Случались Уже в более Современную эпоху Там Липе После одного Из таких случаев Ушел Сейчас просто Вспомню Ну что Тоже По-моему Шведская команда По-моему Да Там Чуть не в квалификации Они проиграли По пенальти Это было Или не по пенальти Ну вот Действительно Какая-то совсем То ли Нарчопинг То ли Что-то Хельсингборг Вот Я вспомнил Хельсингборг Да На рубеже веков Была эта история Ну Здесь Это было последнее чемпионство Как выяснилось потом Последнее Перед очень долгим Перерывом Который вот Совсем недавно Закончился И еще долго Пришлось Интеру В кубок чемпионов Пробивать Ну Собственно Ему пришлось ждать До той поры Пока Не стала Италия Быть представлена В этом турнире Несколько Командами Ну вот Кстати еще Такая штука Которую Может быть Вы многие Позабыли Особенно Болельщики Совсем уж юные Наверное не знают Что Назад можно было Отправлять мяч в вратарю И тот мог с ним Бегать по штрафной площадке К примеру И таким образом Убивать время Брать его в руки После паса Своего футболиста Вот мы это сейчас Все видим Ландучи это демонстрирует В принципе Вообще никаких Ограничений Не существовало То есть так На глазок Арбитры определяли Если уж там Слишком откровенно Тянут время Галкиперы Ну тогда Может Как-то на них Пытались Воздействовать А Так в общем Это Ну вот Момент опаснейший У Киевлян И Сергей Шматоваленко Бил Ну вот второй раз Это Сергей Заяц 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 Да Вот он подключился С левого фланга И был один из трех Кто мог замыкать Эту передачу Ну собственно У него была Самая выгодная позиция Я уж не знаю Сейчас мы повтор Увидим или нет Но По крайней мере Он бил практически Без сопротивления Там Итальянцы Как-то очень плотно Друг другу прижимались Чуть более Получаса Команды сыграли Ну и вот На этот момент Пытаются Ответить Фиорентино Ну и здесь Баджо не успевает К мячу Опережать его Андрей Баль Тут же ошибается В передаче Якини на перехвате Сыграл И вот Баджо Идет Соль на проходе Там не игре уже было Уже Поднят флажок Лайнсмена Ну вот Бессонов Который Собственно И стал Виновником Насначения Одиннадцатиметрового В первом матче Хотя после игры Он Там бурные споры были Да Но он говорил Что в общем Он и не хотел Играть в подкате Что он Прекрасно знал О том Что Вот Дикьяра Может так Нырнуть Да Красиво упасть В штрафной Что его игру Разбирали Футболисты Киевской команды Вместе с Валерием Лобановским Но Ничего это не спасло И именно На нем Был заработан Пенальти Который Собственно И завершился Единственным голом У Дертици Не получилось подать Дертици Как раз После отъезда Из Италии Побрил Голову Налоса И в общем-то Многие Запомнили В таком Варианте Но здесь Вот он Еще с волосами Я думаю Что это Итальянская Какая-то Вот эта Мода Она Перенеслась И аргентинцы Тоже всегда Были Длинноволосами Старались Следовать Пока Пошел Не возглавил Сборную Не знаю Спасарелла Или это Пошло Сейчас Вроде Все опять Возвращается Ну вот Ну вот Там Показывает Стадион Это Волна Пресловутая Которая После Чемпионата Мира Мексики В общем-то Обошла Все стадионы Мира И В частности И у нас В Советском Союзе Тоже Мы Неоднократно Могли Видеть Вот Представители Власти Которые Сидят И тоже Смотрят Футбол Внизу На первом Ряду Я думаю Что им Тоже Интересно Очень плотно Сидят Очень Непростое Конечно Время Что-то Говорить Все люди Уже Начинали Понимать Что Ждет Непростая Десятилетка Хотя Предположить Что Десятилетка Не могли Но то Что Будет Не просто Уже Чувствовали Ну Видим Мы Что Так Страсти Накаляются После Столкновения Уже Не так В общем Дружелюбно Скажем Играть И друг К другу Относится Извинения Не принимаются За Грубый Прием Ну И пошел Андрей Баль От Одного Ушел Ну А Здесь Фол Карлеса Дунги Это Тоже Фирменное Было Тогда Совсем Фирменным Стал На чемпианте Мира 94 Года Дунга Четыре Сезона Провел Во Флоренции Заканчивал Он Итальянскую Карьеру В Пескаре Так что Уже На чемпианте Мира 94 Года Он Не был Представителем Итальянского Клуба Как-то Со штрафными Уж Совсем Плохо У Киевлян Итальянцы Защищались Исключительно Здесь числом Вот в данном Эпизоде Очень характерно Все видно Пять человек И еще двое Где-то там Поблизости Штрафной Находится Ландуччи Ну А сам Вратарь Вот тоже На это Можно обратить Внимание Понимая Что газон Очень такой Коварный И не выходил На перехват Вот на такие Вот Да Только еще Наверняка Если наверняка Ну конечно же Поскользнуться И тут Пустые ворота Ну кстати А если помнить Первый матч Тоже в сложных условиях Проходил Там дождь был Проливной В Перу Я кстати Немножечко Поправлю Ты сказал Что дисквалификация Была стадиона На самом деле Нужно не забывать Что Тогда страна Готовилась Италия К чемпионату мира И в частности Флорентийский Был закрыт На реконструкцию Вот Возможно Вот именно с этим Связано то Что проводили матч В Перу Игроки Фалентино Они кстати Играли не только В кубке Уефа Они играли еще Ряд игр На других стадионах В чемпионате Италии Это раз Во-вторых Ответный финал Они провели Даже не в Перу В Вавелина В Вавелина А вот как раз Дело-то все в том Что на ответном полуфинале Они там Конечно Прилично Набузили И в общем Говоря по-простому И стадион был Тогда дисквалифицирован Перу А они отправились В Вавелина А Вавелина Болельщики Флорентийцев Очень сильно напирали На то Почему они не выиграли В итоге Кубок Уефа Потому что Авелина Про-ювентийский город Там 80% народу Болеют за Ювентус А остальные 20% Свою скромную команду Авелина Поэтому тут В общем-то шансов Не было Так ли это не так Бруно Джорджи Кстати Главный тренер Фиорентины Вот в 2010 году Скончался В возрасте 70 лет Совсем это недавно Случилось Осенью 2010 Бруно Джорджи Как я уже сказал Это его была Первая команда В серии А Но вот Он был уволен И дальше По большому счету Свои шансы Ну Не могу сказать Что не использовал Совсем Вот в Италии Бытует мнение Что Бруно Джорджи Был один из тех Тренеров Который умел Из средняков Выстроить хорошие команды Которые играли Вот в качественный футбол Но результатов При этом не очень добивались Это касается И Кальери Ну а Касаемо еще Одной детали Надо сказать Потому что Вот Роберто Баджо Играет А между прочим Бруно Джорджи Был его первым тренером В профессиональном футболе Он тогда тренировал Виченцу И Баджо Дебютировал В большом футболе Именно в этой команде И как раз Под руководством Бруно Джорджи Так что Вот В Италии Кстати не так давно Вот Перед матчем Фиорентино Палеру Когда умер Джорджи Была Такая церемония Небольшая Что-то вот Почтили память Этого человека Хотя вот В Флоренции Он трудился Совсем ничего Но вот Как-то вот вспомнили Что именно он Вывел Фиорентино Финал Еврокубка Собственно Он единственный Кто Кому Не единственный Забыл Совсем Кубок Кубков Но вот Один из Немногих Кто Сумел Сделать Чезарь Прондели Нет Концовка Уже Первого Тайма Судя По всему В общем-то Все Счет 0-0 Итальянцы Все реже И реже Появляются На половине Поля Киевского Динамо Ну вот Баджу А это Дикьяра Был И вот Пас как раз Последовал На Баджу Штрафную Даже вот Такой Мастер На Неважном Поле Не сумел Справиться И обработать Мяч Ну и вот По первому Тайму Кстати Впечатление Хорошее Оставил Владимир Бессонов По крайней мере Один из Немок И Андрей Баль Одни Двое Кто В меньшей степени Скользил Может быть Лучше Все-таки Подобрали Шипы Ну давайте Посмотрим Олег Кузнецов Сейчас собрался Выполнить Длинный пас И он у него Получается Но в борьбу И там борется Михаил Ильиченко И борется Батистиня И вот теперь Баджо Дертит Вот сейчас Получает мяч Опять Исключительно Справа Ну и ошибается Не может Точный пас Сделать Однако Тут же Сразу ошибаются В ответ Киевляне Чанов играет С Бессоновым И опять Длинный заброс Вперед Ну в общем-то Эта игра Она и вообще Для киевлян Привычная Ну и Тоже я думаю Оправданно В такой ситуации Потому что Если мяч доставит Штрафную Его очень трудно Оттуда выбить Вот по По такому полю И вот Ты уже сказал Что вот Фиорентина Там в каких-то Эпизодах Просто числом Обороняется И там же Любой рикошет Там любое падение В конце концов Как от поля Мяч отскакивает Тут тоже иногда Непредсказуемо Получается Все опасно Ну вот давайте Смотреть Сейчас очередная Попытка навеса Это Василий Рац Ну мне показалось Что мяч вроде как Угловой Но на самом-то деле Получается что Просто срезался Да Рац Кстати вот один из первых Был уехавших Из Советского Союза Ну он не по футбольным делам Уехал Я так все-таки понимаю То есть он просто Переехал на ПМЖ Свою страну В одну Нет Но вот он уже В этот момент вернулся Он этнически венгер же Это да Но он все-таки уехал Сначала как просто Футболист Не закрепился В Испаньоле А потом вернулся А вот дальше Потом вернулся Венгрия Венгрия Кстати быстро С футболом закончил На самом-то деле Там сложности Там все-таки болезни Он был там Ласла Рац И вот так Ну собственно Это и есть Василий Да Только на другом языке Ну кстати Я говорю Не просто сложилось Вот дальнейшее Уже Вот в 90-е годы И карьера И после футбольной жизни Там я говорю Вот серьезная болезнь Которую все-таки Я думаю Что в эфире Не стоит Упоминать Потому что Ну это лично Я считаю Дело Но по крайней мере Вот Василию Рац Относительно Не повезло Пуста Как он перебрался В Венгрию Виктор Чанов Он Будет играть В 90-е годы Начале 90-х В Израиле Где кстати Будут играть Достаточно много Вратарей Из бывшего Советского Союза Но спросом Они пользуются Почему-то Вот именно Вратарей Ну а про Олега Соленко Что он сказать Только он в начале Своего пути Был большого Конечно же Гигантский потенциал Который Ну использован Может быть Процентов на 50 В лучшем случае Опять-таки Не думаю Что во время эфира Стоит рассуждать Почему это случилось Кто наверное Догадывается Почему Наверное Поймут Баджо Баджо Очень технично Играет И получает Ответный пас Вот такая Двойная стенка Прорыв По левому флангу Джузеппо Вольпичино Подает Но вот Очень до конца Отборолся Здесь кстати Между прочим Олег Соленко Все его обвиняли Что вот он Выключается из борьбы Но в команде Валерия Васильевича Лубановского Это было Не позволено Никому И вот Я думаю Играя бы на него Ну хотя бы лет 5-7 Вот тогда бы Потенциал бы Раскрылся Наверное Процентов на 80 Железного А так Конечно же Без Кнута Соленко Играть По большому счету Не научился Ну кстати Его попадание Киевское Динамо Было В общем Скандальным оттенком Серьезным Он воспитник Зенита Ну по крайней мере Он воспитник Питерского футбола Ну конечно Не как Баджо Переход из Фиорентино В Ювентус Но все таки По тем временам Это Громыхнуло Очень серьезно Ну Зениту В общем то Пенять сложно Там Команда была В таком уже Полуразвальном состоянии В тот момент Когда из нее Переходил Соленко В 87 году Боролась за выживание И в общем то В итоге то она и вылетела Вот кстати мы говорим Про 89 год Это как раз тот Момент который Надо отметить Зенит занял По моему Последнее место Причем с таким Серьезным отрывом При этом играл В кубке уефа И прошел один круг А затем Проиграл штукберту 0-5 в ответ В ответном матче Вот момент Очень хороший Который опять Организовал По моему Руберту Баджи Который отпасывал Гертици Тут сходу бил И в общем то Наверное был Абсолютно прав Подрабатывать На таком поле Наверное не стоило Вот давайте смотреть Ну да Наверное самый хороший момент У Фиорентины Метров 13 Где-то до ворот было И не успел Олег Кузнецов Он кстати действительно Проиграл Он чуть-чуть отвалился И опять-таки Зашлюсь на поле Потому что На нормальном газоне Кузнецов играл Максимально плотно И максимально жестко И своей жесткости Вот собственно Он и поплатился На чемпионате Европы 88 года И Финал пришлось играть Без него тогда Бессонов Бессонов мог играть На разных позициях Это наверное Один из самых первых Универсальных футболистов В Советском Союзе Конечно его вылепил Валерий Лобановский Но все-таки потенциал У него был И надо его просто Было реализовать Ну он еще За юношескую сборную Стал чемпионом мира 77 Да играя на позиции Нападающего Ну а в киевском Динамо Бел Ну или полузащитником Или защитником Ты знаешь Вот в первом матче Как раз Перуджи между этими командами Юрий Никифоров Вышел на замену И пошел играть в атаку 5 минут Я когда Этот матч комментировал Мне как раз Сначала я просто Удивился Очень сильно Думал Просто человек пошел В Валерий Лобановский Пошел играть в навал И надо сравнять счет Потом как-то Мне это Смутило Все-таки Первый матч Счет 0-1 Какой тут должен быть Навал Потом я вспомнил Что Никифоров тоже Начинал свою карьеру Как нападающий Вот А потом уже Переквалифицировался Защитником Ну у нас В нашей исторической Трансляции Мы сразу Вышли на второй тайм Без перерыва И видим Момент у ворот Ландуччи На первых же секундах Этого второго тайма И Там была ситуация Которая очень не понравилась Киевской публике Которая видимо Рассчитывала на пенальти В этом эпизоде Тут же ответная атака Но мяч уже ушел За пределы поля Это конечно же Сейчас бы нам обязательно Этот эпизод Раз 15 Показали на повторах Что один Что другой Вот во первых Первый Да Давайте посмотрим Что здесь произошло Очень сложно понять Куда там ушла Нога Челестепина То есть Ну вроде бы да В мяч А вроде бы и нет Попробуй определить Например Здесь нам вообще Эпизод заиграли Когда там Баджу прорывался Прошел Кузнецов Ушел ли мяч Или не ушел Кстати Вот когда этот Пресловутый момент Когда на чемпионате мира 86-го года Был ли офсайт Или не был У Кулиманцев Матч СССР Бельгии 1-8 финал Так знаете Сейчас это сложно Это вообще невозможно Определить Потому что Нету Такого повтор Который бы Дал бы четкий ответ Вот так вот показывали Футбол Ну Это время Такое Ничего себе Не поделаешь Все равно Улюбили Вот Понимаешь Вот все Этот офсайт Запомнили Хотя Спросил тех же Игроков Футбол Сборной И Вот Бессонов Уже Упоминавшийся Нами Он рассказывал Что Такой разнос За эту попытку Искусственного Офсайда Устроил Валерий Васильевич Что В общем Мало не показалось Но правильно Он упирал На детали На то Что Дело Не в том Там Судья Торнока Ошибиться Действительно В несколько Сантиметров Хотя Никто Не знает Не узнает Как ты Правильно Сказал Но факт Был Что Они сыграли В том Эпизоде Неправильно На это В общем Упор Сделал Тренер Ну и А это Все четко Отрабатывалось И потом Важно Очень В обороне Все Отдавалось Сыгранности Там Как раз Был Дело В том Что Именно Не отрабатывали Они Вот Это Не отрабатывали И он Спросил А кто Это Дал Команду Выходить Что Вообще За дела В обороне Все Так Должно Быть Все Проще И то Что На Тренировках Действительно Делали То И надо Проявлять Потом На поле А в итоге Получилось Наоборот А кивать Судья Такой Человек Может Ошибиться Правда Касаемо Фредриксона Ошибался Более Часто По Отношению К советской Сборной И даже У нас В стране Находились Умельцы Которые Пытались Объяснить Это Какими Политическими Причинами И так Далее Хотя Мне кажется Все Гораз Банальнее Вот и Все Мы пытались Объяснить И почему Крондол Так тоже Издевался На сборной России В пресловутом Матче С Болгарией Во всем Можно Если Совсем С ума Сойти Можно Найти Миллион Причин Правильно Ты себя Оправдаешь А кому То Будет Легче Ну Вот Джозеф Уоррл Сейчас Штрафной Назначил В пользу Киевского Динамо Штрафной Достаточно Опасный И Что Теперь Сделают Киев Поворотом Не очень Удобно Отсюда Бить Слевой Закручивать Самое Главное Здесь Не было В составе Вот Этого В составе Киевского Динамо Кто Прямым Обводящим Вернее удар Не прямым А вот Обводящим Мог Вот Закрутить Мяч Они Всегда Вот я На все Вспоминаю Как раз Упирали На вот Эту силу Либо Литовченко Бил Либо Михаличенко Либо Кузнецов Бил Потому что Лет 10 Забивал Такими ударами Леонид Буряк Для начала И Был Вообще Лучший Исполнитель Стандартов В Советском Чемпионате А поэтому В общем Ускали Что-то Аналогичное Вот именно Со штрафных Забивал Но он Немножечко В другой манере Это делал Как я и сказал Так у него Все-таки Хитрость была Превыше А не Сила удара Там Понятное дело Я просто говорю В этом составе Конечно же Таких футболистов Не было Кстати При Буряка Тоже была История С Лобановским Когда Однажды Леонид Пятков Сыграл И Потом В перерыве Услышал Что-то Такое Вроде Опытный Футболист Умный И Вдруг Пятка Буряк Скал Валерий Васильевич Народ уже нравится Валерий Васильевич Подумал И сказал Так Народ отставить Пятку Тоже Ну и вот Пожалуйста Опять-таки Поле играет На этот раз За Фиорентину И прорывается Дикьяра Полевого фланга Правда Тут уже Перед ударом На перерез Бросился Андрей Балли В общем-то В какой-то степени Наверное Его и смутило И может быть И испугал даже А тут Просто уже Чтобы поставить Точку в комбинации Бил поворотом Вот что все-таки Можно здесь Отметить По этой игре Как здорово Работают Футболисты Фиорентина С мячом На скорости Им удается Действительно Проходить Очень быстро Центр При перехватах Мяча Ну понятно Им это проще Делать Потому что Киевляне Не так ориентированы На оборону В этой игре Но Вот почти Не ошибаются То есть Они бегут Как с мячом Так и без мяча Практически На одинаковой скорости Вот эта троица Баджи Дертиси Ну вот А сейчас Может опять В характерный момент Вот пас пяткой Ну Но это Тромерто Баджу Хотя я думаю Что на одну полку Можно поставить Буряка и Баджу Думаю Что ему в Италии Никто не говорил Зачем ты сыграл Вот так Кстати От Валерия Васильевича Многие У нас более коллективный Был футбол Индивидуализм Не поощрялся Тем не менее Итальянцы же Учились И многие По конспектам Лобановского И в общем-то Конечно Особенно после 88-го года Тут они уж просто В очередь стали Чтобы труды В общем-то Получить И Наверное Они прекрасно понимали Что индивидуальный Конечно Класс Он высок И должен быть Футболиста Но все-таки За счет Одного-двух Футболистов-звезд Выиграть Турниры С каждым годом Все будет сложнее И сложнее Становиться Кстати Тут у нас Больше половины Состава Участников Чемпионата Европы 88-го года Очень хороший удар В исполнении Олега Братасова Тоже он мастер Он в принципе Никогда его нельзя было Отнести К серьезным технарям Которые способны Обыграть Двух-трех футболистов В пачку Вот Ну а вот Что у него было Всегда было Это удар Дальний Очень хорошо поставленный И со средней дистанции Он тоже бил Довольно уверенно Чем-то он напоминал Сергея Родионова Или Сергей Родионов Олега Братасова Там не важно В общем-то они люди Одного поколения Практически А насчет участников Чемпионата Европы Ну да Ну там собственно Кроме Шматоваленко Кроме Нет Ну Сергей Заяц Не играл Заяц Соленко Соленко Не играл Если я правильно помню Вот в этом матче Как раз полуфинальном С Италии Девять игроков Киевского Динамо Было в стартном составе Вот Баджи Выходит практически Один на один Но под углом Бьет И попадает в штангу Наверное Ну самый явный момент То чтобы забить гол На две команды Пока на данной секунде Ну да Там была штанга У этих же ворот Когда они еще были Воротами Фиорентины Но там от своего игрока Срезка была Здесь и все правильно делал И успел пробить Хотя там очень старался Владимир Бессонов Достать Баджи Помешать этому удару Чанов уже не смог Ну собственно в этот момент Могло все уже стать ясно Потому что при 0-1 Надо было бы забивать Три мяча И тогда конечно Задача была Ну практически неуполнимая Ну надо вообще сказать Вот что Фиорентина Исключительно мало Пропускала В матчах этого турнира Вот это шестая игра Фиорентина Были две игры С Мадридским Атлетико Две игры с Сушо Сушо да Там Ну и еще первый матч Против Киевского Динамо Вот уже пять с половиной игр Фиорентина сыграла Два мяча Всего пропустила Но она и забила При этом очень мало Да У Атлетика выиграли по пенальти У Сашо выиграли за счет Гостевого гола Ну вот Здесь один гол Всего забили Но они кстати в дальнейшем Тоже так же Прошли Дошагали до финала То есть все где-то там По тонкому льду Как вот здесь играли По тонкому Вот они так и играли Весь турнир Где-то конечно Они на везении Но вот в каком-то турнире Действительно у них Что называется пошло В отличие от чемпионата Италии Баджи конечно Вот опять пятка Но здесь он стремился Сохранить мяч Понятно было уж перспектив никаких Потому что вокруг Главное что и Кузнецов Ты че был не проехал В меч Забавно Если бы он да В него ударил Да еще и пятка Я тут был бы не за пределы поля Угловой зарабатывает Киевская Динамо Мы еще помимо того Что поле Мы видим ветер Довольно сильный Вот по угловому флажку И ветер дует В сторону ворот Ландучи Так под углом чуть-чуть Кстати в первом тайме Его не было такого сильного ветра Литовченко Вот попробуй подай угловой Еще вот так вот Ну хорошо Очень подает И очень хорошо закрутил И здесь Ландучи опять Вот ты говоришь Наверняка Только если когда уже наверняка На руке Мяч в ворота летит А что же ему делать Конечно Так нет Я говорю опять Он чуть-чуть Немножечко замешкался Не знал как оттолкнуться Все-таки поле Оно и для вратаря Тоже плохое Ну маленькая пауза Здесь было нарушение Сзади Литовченко в спину Толкнул Карлосу Дунгу Заканчивая про удары Геннадия Литовченко Конечно же Те люди которые видели Чемпионат Советского Союза В 80-е годы Прекрасно помнят Такими мощными Он ударами отличался И за сборную И за Киевское Динамо И за Днепр Что в первую очередь Кстати говоря Забивал из 30 Из 35 В общем расстояние для него Неважно оно было Для него Мог забивать и ножницами Всякими там Я не знаю Я помню этот коммерческий турнир В Западном Берлине В 88-м году Когда он Аргентине забил Ну один из самых таких Ярких Своих голов Тоже кстати Достаточно скандальный Переход был Когда Литовченко И Протасов Были выдернуты Из Днепра В Киевское Динамо Хотя на самом деле Конечно В Киев Все игроки приходили Из любого украинского клуба Долгое время Но тут Вот как раз Днепр стал Такой самостоятельной Грозной силой Уже на союзной арене Ну во-первых Клуб был Финансово независим Первый Хозрасчет Клуб в истории Советского Геннадий Жиздик Светлой ему память А тренировал Владимир Емец Конечно же Вот по деньгам Не просто было Уже в общем-то Из Днепра Выдергивать То есть Киев мог чем Ну там перспективами Да А вот уже Дензнаками Как-то не очень Получалось Заинтересовать А там речь шла Еще помнишь О Вадиме Тищенко Но потом Опровергли эту информацию Что Тищенко Это просто какая-то Утка была запущена Так Сам по-моему Тищенко ее проверк Хотя Опять-таки Дыма без огня Не бывает Но Продасов Литовченко На пара И эти два футболиста Они так и шагали Поэтому Их разделить Было Непросто Ну опять же Вопрос Сборной еще Здесь стоял Я же говорю Перспективы Это основное То есть Не перешли бы В 88-м Может и не поехали Будь в 5-й Европе Не стали бы серебряными Призерами Там Да Все может быть Хотя конечно же Олег Васильевич Все таки Наверное В первую очередь Смотрел на уровень Готовность Футболиста Но для него Важна была еще сыгранность Поэтому Когда мы помним Эти матчи Когда по 10 футболистов Киевлян И допустим Кто-то еще один Или ну максимум Два человека Это был нормой Из других клубов Там условно говоря 9 человек И до сайфа Хидии Турин Это вот Сборная 88-го года Ну или там Олейников Ну или олейников Мантович бывал И Родионов Там в редких ситуациях Все это понятно И сыгранность Превыше всего Была для Лобановского Отработка схем Не схема Отработка комбинации То есть Автоматика какая-то Киевляне делали результат Тогда в первые 20 минут Как раз за счет того Что Невероятной физикой Ну это ладно А главное Тем что они знали Куда бежать И зачем То есть каждый человек Знал в какую зону Открываться Это вот главное Пока люди разбирались Что к чему Они забивали Свои 2-3 мяча И результат был сделан То можно было 60-70 минут Ну не отдыхать На поле Ну как бы Сдерживать И все Нравится Не нравится Спимая трасса Как говорится Многими Это схема Лобановского Была неприятная Не нравилась И многие Критиковали И кстати Многие между прочим Радовались Вот это Кстати Случай Такой Но не исключительный Но один из редких В Советском Союзе Когда болели В Еврокубках Против Киевского Динамо То есть Из-за того Что как раз Лобановский Сознательно Демонстрировал Своё отношение К этим вот вещам То есть Он считал Что это правильно Ну если честно Я бы не сказал Что это Случай Редкий Когда болели Против советских команд Миша Относить То все таки Все таки Редкий Хочете сказать Мне так По крайней мере Видится Хотя ты человек Опытнее И больше Виде Любой фанат Тебе скажет Совершенно обратно Фанат Сейчас Безусловно А фанат со стажем Сейчас Почему сейчас Ну Тогда конечно Не ездили На матч За рубеж Именно Представители Движения Фанатского Но Что Не болели Никогда За Слово говоря Спартащи За Киевское Динамо И наоборот Это само собой Разумеется Спартак Ну А остальные Солубы и мярче То есть За Днепр болели Ну это да За Минск болели За Жальгерес Уж тем более Болели Когда он Ну вред Редко Тоже не скажу Что за Жальгерес Болели сильно Может я по себе Суду Возвращаемся на поле Республиканского стадиона В Киеве Сейчас штрафной Киевляне бьют Василий Рац Вот кстати Один из тех Кто Ну он с левого фланга Из левой зоны Закрутить Или там сказать Ну у него Все подачи были Исключительно подачами А не ударами Скорее Вот со штрафной То есть он Очень хорошо Выкручивал мяч Сейчас не получилось Ну киевляне Все равно Они вверху Ничего не выигрывают Вот единственный случай Был в первом тайме Когда Заяц Вышкакивал Ну там просто провалились Сзади вот Наверное Единственная ошибка За весь матч Центральных защитников Когда там Несколько Человек Киевлян Вышкакивали И могли забить Ну верхом выигрывать И все Да И больше у Киева На втором этаже Ничего нет Соленко Никогда не отличался Хорошей игрой В воздухе Протасов Тоже Кстати говоря Протасов забивал Главой конечно Не сказать чтобы много Не то чтобы с места И не как Старухин Словно говоря Человек в общем-то Который Знал свой квадрат Условно говоря В этот квадрат Посылались мячи А он его контролировал И знал там До мелочей Как Куда Зачем выпрыгнуть Ну собственно Это был квадрат А здесь зоны Понимаешь Они туда врывались Там И забивали киевляне Головой Если уж Это именно вот После быстрых Фланговых проходов То есть шла подача Верховая И там условно говоря Бежал человек И забивал А защитники Да конечно На стандарт Они подключались Защитники лучше В Киеве играли В воздухе Они именно Научены были Под это То есть это опять-таки Методика Это опять-таки То что отрабатывалось На тренировках То что опять-таки Там шлифовалось Неоднократно То кстати На что другие клубы Закрывали глаза Тот же самый Считал что нет Не надо это Потому что мы всех Обыграем за счет Да нет Многие вообще Практически так Никто не играл Ну вот Жагерес может быть Кстати мы Вспоминали Ну потому что Жагерес были Габаритный Такого план Нападающий Да там Там Яглбауска Который Потом стал Кстати защитником В итоге Тоже вот Один из тех Примеров Когда игрок Нападающий Или наоборот Становится Принимает Играет Другом Амплуа Ну и может быть Отчасти Днепр Это еще В какой-то мере Он Такие фланговые Атаки С последующими Навесами Практиковал Частенько Ну а у нас С середины Уже второго тайма И по прежнему 0-0 И Баджо Что здесь делает Но Баль его Оттеснять Похоже С нарушением правил Самое интересное Он перед этим Проскочил Кузнецова Устоял Координацию Не потерял Сориентировался Дальше прокинул Баля И Будет поле Вот повтор Очень характерный Сейчас будет Раз Два Он его прошел И в принципе Здесь Баль нарушал Правила Мне кажется Он его выпихнул Ну как угодно Можно трактовать Но на самом деле Скорее это нарушение Правил Чем нет Ну да И далее Штрафной Ну вот и правильно Да И мы видим Удар в исполнении Любыша Кубика Кстати Ну один из самых Видных Чехословатских Футболистов В 80-х Начало 90-х Участник чемпионата мира В Италии Ну и он Кстати был в сборной Если я не ошибаюсь На чемпионате Европы 96 Он конечно уже Роль такую серьезную Не играл Насколько я помню Даже и в основном составе Ну вот у меня Из памяти Как-то Могу ошибаться Но по-моему Он не был игроком Стартов состава Однако В команде он был И свою серебряную Медаль получил За тот турнир Весьма техничный Футболист При этом Все-таки Больше ориентированный На оборону Ну по крайней мере Фиорентине Он так действовал Мы по этому матчу Тоже видим Все чаще Чаще Но мне кажется Это уже Концовка матча И усталость В общем дает о себе знать И игроки Фиорентина не успевают Поэтому фалят Потому что в Италии С другой стороны Опять-таки Это не прям рядом со штрафной То есть Такой вот элемент Тактического фола Лучше уж свалить здесь Чем пустить соперника В штрафную Замена Да Здесь у нас сейчас будет У киевского Динамо И вот Внимание Сейчас появится На поле Сергей Юран Я бы со спины Ни за что не узнал Ты знаешь что же Если вот не знать Что вместо Соленко Он выходит Один из первых матчей Из основной команды Сергея Юрана Но пока штрафной У мяча похоже Олег Протасов И рядышком пристроился Еще Алексей Михаличенко Ну как тут рядышком Он ходит там Вокруг мяча Готовится бить Протасов Нет Откидка На третьего На Литовченко Ну как-то Очень далеко Все это было Сейчас я так думаю Литовченко Карточку получит Да Вот она и есть Дело в том Что раньше Вот ты только что Сказал Да Тактический фол Раньше же Не было Такого момента В правилах И рекомендации Судим Что там Умышленный Срыв атаки Как-то Наказывается Здесь во-первых Грубо Он просто Специально Понадье бил Опоздал Нет Я могу еще Трактовать Что он просто Опоздал И чтобы не пошла Контратаха Конечно Срыв атаки Ну так вот Сейчас это Однозначно Желтая карточка Даже если там Он не попал Понадье Даже если Собственно В общем Нарушения Это особо И не было Просто за намерение Дают Или там Если там В легкую руку И придержал Ну Здесь предупреждение Ну и мы видим 67-я минута Пошла То есть Это ровно Три четверти матча Позади И по-прежнему 0-0 И 1-0 В пользу Фиорентины По сумме Двух матчей Ну пауза Такая Действительно Серьезная Пока Оказывали Помощь Кстати Вот пока Это пауза Но Обратить Немание На форму Я бы Хотел Фиорентина Мы видим Играет Фиолетовых Футболках Кстати Вот До сих пор Болельщики Фиорентина Считают Что Глупо Было сделано Где-то В середине 90-х Когда Ушли Эти фиолетовые Цвета Значит И стала Команда Играть В синем Форме Вот То есть Неправильно Мол это Во-вторых Обратите Внимание Если крупно Покажут Какого-то Футболиста Итальянского Клуба Обратите Внимание На эмблему Она иная Чем сейчас Собственно Это Один из Вариантов Эмблема Который Существовал С начала Восьмидесятых По Где-то Наверное 93-й Год Собственно Ушла Эта эмблема В тот момент Когда Фиорентина Вылетела В итоге Серия В серию Б Уже С Батистутой В составе С Эффенбергом И Слаудруком Младшим Ну вот Посчитали Что она Несчастлива Хотя В этой форме И с этой Эффенблемой Эффенблемой Едва Стал чемпионом В 82-м году Один из витков Противостояния С Ювентусом Как раз К тому периоду Относится Считают Что Ювентус Купил Матч Последнего Тура Скотанзарова Забил Слипового Пенальти Кстати Отличился Если не ошибаюсь Наем Брейди Вот За Ювентус Концовки матча Фиорентина Билось Типа Честно Говоря по простому На Сардинии Скалере Ну не забил 0-0 Опять-таки Кинятина себя Называется Но тогда Как раз Довольно Я говорю Про счастливую Нечастливую Форму Вполне себе Ударный Вышли в финал Купил Уфа С этой формой В 80-м году Вообще Фиорентина Из стороны В сторону Качало То третье То четвертое Место Борьба За выживание Вот такие Качели Были Ну а в 90-е В начале 90-х Конечно Уже В эпоху Управления Начальную Эпоху Управления Марио Чеки Горе Команда Выше 10-го Места Не поднималась И в итоге Вот Тогда Покинула Тот период Когда я сказал 90-е Они когда Вылетели Очень хорошая Была Подпись Под фотографию В журнале World Soccer У них был Спонсор 7-Up И вот Там Несколько игроков В этой форме И подпись Под фотографией 7-Up 11-Down Шматоваленко Делает передачу Вот Сергей Гюран Включается В борьбу Но Падает Теряет Мяч Ну опять Быстрый выход И опять Фиорентино Сейчас не успел Баджу Сейчас Баль Просчитал Ну Прочитал Понятно Что сделал Был нехитрый Но успел По крайней мере На мгновение Опередить Баджу А вот Бросила Фиорентино Баджу Пасует И вот Пожалуйста Чуть не выход Один на один Любови Шокубик Удается Да Баль как-то Похоже Рассчитывал На вратаря Но вот Опять же Очень трудно Просчитать С какой скоростью Будет мяч Катиться Скользить Лететь Вот таком поле Отпустил Баль Ну смотри Вот вроде Он все правильно Делал Он корпус поставил Но тут Мяч вдруг Тормозит И приходится Чанова Уже ногами Здесь В падении Выбивать Угловой Кстати Второй По-моему Угловой Всеволод Киевлян Да и Одинам Чемпион Было Немного Что ты так Собираешься Играть В чемпионате Да Последовал Ответ У меня Так лучше Получается Ну хорошо Тогда будь добр Отбивать так Чтобы не было Добивания Сказал Марадона Горал Сказал Хорошо Попробую Ну в общем Вот Старался Ногами действительно Действовал Очень Здорово И лучше Действительно Чем руками Ну вот Каждый Свою сильную Сторон И должен Высвечивать Пока мы Рассуждал Был момент Опять У ворот Виктора Чанова Да Момент Убаржо А сейчас Вот Нам Его повторят Как хорошо Опять Он Ложный Замах Правда Не А вот Здесь Уже Андрей Баль Можно Сказать Ну тут Они похожи Друг на друга Понадеялись Безусловно Рассчитывали Там Баль Кузнецов И Рад На первый Финт Ложный Не дернулся Баль А вот На второй Все-таки Попался Но еще С другой 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 Памятуя Пенальти В первом Матче Я думаю Что На это Было Обращено Внимание На установке Что Ни в коем Случа Не нарваться На 11 Метровой Вот в такой Ситуации Ну Чанов Выручил На самом деле А там Опять Нарушение Было Еще со стороны Пина Которого Напомним Карточка Уже была Одна К этому Моменту Он еще В начале Игры Ее получил Ну и вообще Вот этих Фоллов О которых Мы говорили Вот таких Тактических Фоллов Их что-то Уже Совсем Многовато Становится Бессонова Был Где-то Минуту Две Назад Это уже После Литовщенко Сейчас Пин Опять И в ту И другую Сторону Ну Помощь Тычанова Оказывали Да А там Выхода Не было Собственно Там Либо тебе Гол Забивают Либо ты Ценой Травмы Как-то Это все Пытаешься Изменить Тоже Хорошо Кстати Вот Тоже Спорный Мяч В тот Момент Сейчас Как Делают Подходят Держат И Кидает Вообще Не Очень Понимая Это Правило Спорный Мяч Ну Это Кстати Один из тех Одна из тех Вещей Которая Способна Привести К какой-то Травме Глупый Например То есть Допустим Тебе Противостоит Ну Какой-то Не очень Уравновешенный Тип С другой Стороны Вот Те Когда Те Кидают Мяч Ты Либо Ты Умный Человек И Ты Понимаешь Что Перед Тобой Ногу Уберешь А тот Пусть Играет Либо Вот Может Он тебе Это Не очень Верное Решение Но Мое Опять Ну Сейчас Редко На самом Деле Оно Применяется И мало Того Когда Применяется То Там Игроки Сами же Договариваются Чей мяч Был Да Это В случаях Если Судья Из-за Травмы Останавливает Игру Так А вот Здесь По-моему Опасная Игра Была Со стороны Дунди Но Нет Можно Продолжать Показал Арбитр Опять Через Баджо В принципе Опять Таки В этой Ситуации Вряд ли Что-то Нужно Делать Был Другой Карлос Дунга Ну До сих пор У нас Он На Канале В заставке Я думаю Что Он Может Быть Вечером Да И Собственно Один Из Тех Приемов Которые Он Умел Так Вот Пробить Может Не Всегда Точно Но Нет У Дунги Было Главным Главным Было Мячу Соперника Отобрать Напугать Если Что Соперника В общем Сделай Так Чтобы Он В следующий Раз Не Рискнул Тебя Обыгрывать Ну А Пробить Это Уже Так Прикладное Наверное Искусство Для Него Поэтому Много Кто Никогда И Не Забивал Сейчас В данной Ситуации Поступил Мне Кажется Правильно При этом Немножки Даже Неким Налетом Шарма Это Сделал Подбросил И Пробил Но Бразилец Все Таки Хотя В Бразилии Вот И Кого Никогда Не Считали То То Он Такой Немецкого Типа Игрок Но Собственно В Бразилии Над этим Даже Подтрунивали Частенько Вот Бруно Джорджи Ну И Совсем Нам Уже Не Показывают Валерия Лобановского Ну Очень Эмоционально Он Всегда Переживал То Конечно Он Не Кричал Никогда Руками Кстати Вот Пожалуйста Старый Тренер Школ Раскачивался Да Раскачивался Но Лучше Пусть Так Чем Условно Говоря Там Трехэтажный Не Очень Приличный Ругательный Жанр Который Сейчас Используют Многие Причем Не Стесняются Даже Делать Не Только Рядом С Кром Поле Ну И После Мача Здесь Все Интеллигентно И Хорошо Что Тебе Не Нравится Ну Ландучи Но Опять-таки Паники у гостей Никакой не было Вот Например Всего Матча Они Прекрасно Очень здорово И мы Неоднократно Подмечали Выходили Из обороны То есть Если бы они Исключительно Защищались Да Тогда В какой-то Момент Мне кажется Киев Понимая Что Ничего Воротам Не угрожает Просто Окончательно Наносил На ворот И какой-то Мяч Может быть И залетел А здесь Постоянно Нужно Держать Ухо Вострова На предмет Того Что Пойдет Назад Контратака Ну Вообще Во втором Тайме У Ферентина Побольше Моментов На Развежном Пространстве Трой Натрой Выход Конечно Действительно Может Побольше Будет Тот Литовщенко Бьет Опять Таки Мне кажется Киевляне Немного Били Поворотом Поле Все-таки Позволяло Как раз Бить Низом Чтобы Мяч Получал Дополнительное Ускорение По этому Скользкому Газону Опять Таки Может быть Мяч Кого-то Мог задеть Скучность Мы Говорим О том Что В обороне У Ферентины Не пользовались Не пользовались Игроки Киевского Динамо И Наверное Это Один из Минусов Этой Отчетной Игры Ну Вот Это Результат Чуть Не единственного Дальнего Удара Геннадия Литовченко Ну Он же Мощный Плотный Конечно Там Силы Было Столько Что Конечно Срубал Наповал Соперников Я Еще раз Повторю Это Не только Ферентина Себя Ищутила Другие Европейцы Тоже Все Прекрасно Знали Ну А эти Паузы Это Такие Хитрости На Которую Итальянцы Всегда Были Мастерами Потянуть Время Собственно Раньше Вот Как раз Восьмидесятые В конце И в начале Девяностых Да и в Девяностые Тоже Если От Итальянцев Команда С выезда Приезжала С результатом 0-1 Это В общем-то Равнялось Уже Практически Полный Каптуляции Потому что По умению Удержать Результат На выезде Равных Итальянцам Не было Причем Не важно Мы говорим Про Фиорентин На тот момент Середняк Даже более Один из аутсайдеров Серия Не говоря уже Про лидеров Лидеры тоже Ехали На выезд И вот Играли в такой же Проблизительной манере Просто Чуть-чуть Выше класс Исполнителей Был В целом И Может быть Они приезжали Условно говоря Обратно в Италию Не с 0-0 А там Допустим С победой Какой-нибудь Там 1-0 Там 2-1 Забить Итальянцам Вот после 0-1 Был чрезвычайно Сложно Сейчас конечно Многое Все изменилось И в Италии Об этом Все прекрасно Уже знают И говорят В открытую То есть Чем славился Клубный Итальянский футбол А именно Вратарями И защитой И нападающими Нападающие Еще ладно Они остались А вот С защитниками И уже даже С вратарями Это становится Ну не вселенской Катастрофой Но не менее Это очень сильно Бросается в глаза Когда ворота Половины клуба Защищают Иностранцы И бразильцы Скажи об этом Кому-нибудь Восьмидесятые годы Что будут Бразильцы Защищать Ворота Тогда мы же Говорим Был лимит И были Собственно Ну как Ну да Хорошо Мишка Лимита Не было Седьмой Восьмой Девятый Номера Вот здесь На каких позициях Иностранцы Играли Это был Почти всегда Плеймейкер Это был Почти всегда Один из нападающих Ну и Третий Тоже Обычно Ну вот Условно говоря Как Дунга Которая В опорной зоне Играет У них проблем Была именно С созидателями С людьми Которые Ну вот С созидателями И с бомбардирами Тоже была проблема Надо сказать Потому что Из года в год Победителем В споре снайперов Были иностранцы Когда там Выигрывал Который Условно говоря Это был просто Национальный праздник Нежависим От клубных Пристрастий Но Альда Сирена Выигрывал Тоже В 89 Это действительно Было редко Но ситуация Неск изменилась Все таки В 90 И там Красс Нападающим Проблем Стало меньше Очень интересно Человек на коленях Сидит Там Один из представителей Фиорентины Штаба Вот Смотри В очках Мне показалось Что На коленях Уже не опустили Камеру Жалко Интересно Посмотреть Может молятся Хотя Остается около 10 минут Счет устраивает Фиорентину И вообще Даже пропущенный Голл В этой ситуации Это не смертельно Потому что Тогда будет Дополнительное время Ну а вот Это то о чем Мы говорили Так он может До конца матча В принципе Ходить с мячом Вратарь Главное Атаковать его Здесь было нельзя Вот то что сделал сейчас Раз В принципе Судья мог свистнуть И назначить свободный Вот Это еще там Какие-то 30 секунд И так далее По крупицам То есть Конечно Убивали время Они идеально В те времена Конечно Мастерство защитников Надо это признать Было высоким Раз Но С другой стороны Они просто Были обучены Они знали Что делать В каждой конкретной ситуации Причем не только Вот в эпизоде А в целом По матчу В этот отрезок Мы играем так В конце матча Мы играем сяк Да В середине Мы можем надавить И даже попытаться забить В последние 10 минут Рисковать не надо Мы лучше сконцентрируемся В своих ворот И будем там Ну просто Отбрасывать мячи Нормальный Абсолютно футбол Опять-таки Нравится Не нравится Но Валерий Васильевич Об этом Точно Не надо было объяснять Вот он-то как раз Я думаю Что прекрасно понимал Как будет действовать Фиорентино И вот Про какой антифутбол В отношении То что показал Фиорентино Нельзя здесь Ничего говорить Никакого антифутбола Не было Мы все видели Действительно Побольше даже Было опасных моментов У ворот Чанна Ну и вот Это Бессонов По-моему Нет Это Михаличенко Вроде сначала Собрался бить Потом передумал А потом сделал Вообще Непонятно что Но мяч у него Подпрыгнул Ну Алексей Вообще Этот матч провел Не хочу сказать Что неудачно Но не на своем уровне А вообще Вспоминаю Я В 89-й год Он в целом Сезон провел Наверное Не очень здорово Здесь может быть Можно сказать Что это после 88-го года Так случилось Вполне себе Характерный спад Естественно И случился У футболиста Который Играл за Две сборные Тащил Киевское Динамо На своих плечах И в чемпионате И в кубке Европейском Так что Спад должен был Наступить И вот он Действительно Мы видим его В режиме Отдельно взятого матча Тем более Когда же сезон Закончился Ну и вот Собственно Момент У Алексея Михаличенко Да Прошел Шмутоваленко По краю Потом Рац Сбрасывал Головой Себе за спину Не глядя Уже туда Во вратарскую Ну и вот Это как раз Тот случай Тот шанс Который мог Возникнуть Здесь Для Киевского Динамо Не попадает Пьёли Как следует По мячу И Михаличенко Бьет Ну в упор Метров Семь Было Наверное Жилан Дуч Просто Подвернулся Под удар Просто Он не реагировал Никак Ну там Правда Еще Два Защитника Были Один Справа Один Слева То есть Вот Ну а кстати Показали Сергей Юран Сейчас Со спины Уже Тогда Приличная Масса У человека Была Ведь Ему Не было 20 лет Насколько Он Мощен Был Опять Так Я не знаю Может быть Кто Сейчас Начнет Усмехаться Нет Мы Ни на что Не намекаем Просто Вот Констатируем Факт Показали Ну действительно Ж Не маленький Не хрупкий Один Из первых Матча Повторяю За Киевской Динамо До его Всплеска Первого Всплеска Остается Ровно Полгода Заблистает Он по-настоящему В Динамо Киев Летом 90-го Когда уедут Протасов Когда уедут Другие Футболисты И Юран Получит Полноценный Шанс И Начнет Забивать Из матча В матч Летом В частности Я вспоминаю Игр со Спартаком Когда он забил И в Москве И в Киеве И осенью Он забивал И в общем-то Такой бурный У него получился Год И 91-й Ну и Дальше он уехал То есть Сыграл немного За Киевской Динамо Дальше он уехал В Лиссабонскую Бенфику Уезжали все Опять-таки Здесь К Юран Какие могут Претензии Вот еще Уехал Удачно Претензии К нему Что он Сборную Поменял Ну это Знаешь Это Вот тут Вот Вот Тут Небольшая Стычка Потасовка Опять-таки Это Потянуть Время С целью Кстати Вот Очень Забавно Якини Нам Постоянного Показывают Так Похож Мы же тоже Рыженький Кочерявенький Ну вот Посмотри С чего Собственно Все началось А нет Это нам Повторяют Эпизод Который Привел А нет Как раз Этот эпизод Нам и Показывают Олег Кузнецов Ну В общем Это Так Из другого Вида Спорта Вообще По-хорошему Он мог Здесь Лицо Снести Кто Там По-моему Баджу Да Это Был Нет Но я Честно Говори Не пойму Ну Сейчас Это Понятно Что после Этого Василий Рац Подошел И стал Поднимать Футболиста Фиорентины И вот Тут Подбежали Уже Итальянцы И стали В общем-то Высказывать Свои По этому Поводу И мне кажется Это правильно Стали делать Потому что Удар Был Зверским Да Баржу Действительно Доставалось Тогда Лидеру По полной Программе Кстати Хороший матч Ведь провел Из целого Глава Очень хороший Да Позже У него тоже Разные же вещи В карьере Были С переходом В Милан Он вообще Перестал играть Фактически Ну и там Был выбор Большую зарплату Или Много играть В свое время Выбрал первое Правда Потом В конце карьеры Уже играл Там где Больше надо играть За Брешу И кстати Другое дело Под руководством Карла Мацона И команда Была такая Колючая Которая могла Обыграть Любую И вот Именно Кстати Баджи Лука Тони Вспоминал В одном из интервью Что именно Баджи Именно в Бреши Его научили Играть в тот Футбол Который Надо играть Потому что Он пришел В Бреши Он знал Только что Мяч летит Надо его поймать На голову А Баджи Объяснил Что ты Довольно Координирован Несмотря на рост Ты можешь играть Еще и в подыгрыше Можешь В общем-то Играть ногами Хорошо Давай пробуй Ну и с передач Баджи Тони стал забивать Не только головой Но и ногами Вот Тогда пошел Как раз прогресс Да нет Я думаю Что Тони Далеко не единственный Игрок Из тех Кто поиграл Вместе с Баджи Андрей Карачева К примеру Тот же самый Который Из тех Которые сейчас Еще Баджи Многим Конечно Помог Ну и В свое время Конечно Ему помогали И вот Иногда Мне просто Беспочено Сравнение Допустим Роберто Баджи И условно говоря Франческо Тотти Это просто Мне кажется Несравнимые Какие-то Личины То что Они занимали Одну позицию На поле Еще не повод Того чтобы Сравнить Стоять На одну Плавку Ну и сейчас Вот Баджи Вместе Со своей командой Близок Уже К итоговому Успеху В одной Восьмой Финал Этого Розыгрыша Две минуты Остается Тогда Официально Добавленного Времени Не было Хотя Арбитры Секундомер Останавливали Ну просто Об этом Никого не оповещали Ни резервного Арбитра Ни соответственно Публику Через них Ну поэтому Может чуть больше Двух Тем более Что мы видели Паузы были Ну это выливалось Я говорю В некие анекдотичные Даже истории Когда там Помощь на чемпионате мира 90 Там Мишель Ватро Сколько он там Добавил Минут 9-10 Просто забыл Выключить Секундомер Или там В ключе Я не знаю Что он там Забыл Но играли там Дополнительное время В полуфинале Аргентина Италия На минут 10 Больше Главные футболисты Законтрировали По сумме Ну а кстати Прочанова Ты говоришь Позицию Несколько странную Занимал Он же Великолепно Играл Именно на линии Вот Что вот у него было И что не отнять Вот А на выходах Конечно он ошибался И часто И он прекрасно Понимал почему Он может достать мяч Он прыгучим Очень был Всегда То есть вот Это у него было Кстати мальчик Поучаствовал Кстати Наверное ему сейчас Уже лет сколько Там 25 Наверное 26 Может себе увидеть Вот Окончая Касаемо Закончу Касаемо Последних минут В матчах Еврокубков Вот играли Действительно До гола Вот могли забить Там 96 минут Ну сколько Судья Окончательно Знает Сколько играть То есть к нему Могут подбегать Сколько угодно Долго Помню матч Вердер Черноморец Когда Вердер Наседал 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 Там Добавил по-моему Минуты 4 Судья Или 5 Вот И все никак Матч не заканчивался Вердер успел создать Два голевых момента Еще в концовке Но не забил И уж судье было Стыдно дальше играть Напомню Вердер тогда вылетел От Черноморца В середине 80-х Вот кстати Вам об уровне Чемпионата Советского Союза Вердер тогда лидировал В чемпионате Бундеслиги А Черноморец Боролся за выживание И прошел Немцы Но Черноморец Зато тренировал Виктор Прокопенко Да Уже великий тренер Юран Не очень вежливо Обошелся С Марко Ландуччи И в общем Спровоцировал Фактически Очередную паузу Ну и вот Последние минуты В матче Уже секунды Да Секунды Собственно Вот сейчас Прозвучит финальный свисток И мы увидим Какая будет реакция Наверняка У игроков Фиорентины На то что они Проходят киевское Динамо И выходят в Одну четвертую финал А вот так Команда Которая боролась За выживание В итальянской серии А И спаслась На самом флажке Прошла Весеннюю стадию Турнира Где после Прошла еще Пару раундов И вышла в финал Которая уступила Туринскому Ювентусу Кстати это был Первый случай Когда две итальянские команды Сошлись в одном Из Еврокубков И третий вообще В истории Из одной страны Когда команды там играли Ну это был кстати сезон Когда все три Евротурнира Выиграли итальянские клубы Милан, Санкт-Дорио И Ювентус Ну а Матч Который мы с вами Смотрели Завершается Именно в пользу Фиорентины Хоть и без забитых голов Вот таким Был этот поединок 6 декабря 89 года Вместе с вами Его смотрели На канале НТВ Плюс Классика Дмитрий Савин И Михаил Мельников Счастливо Не падайте духом